Жительница поселка Глинка Советского района Нина Федурина к врачам обращается часто. Новую больницу ждет с нетерпением, ведь добираться до района и пенсионерке-инвалиду тяжело. Кому-то тяжело очень ходить. Правильно, у кого-то машины, у кого-то что-то, но люди пожилые. И поэтому вот эта больничка нам обязательно нужна. В той больнице у нас тесновато. И думаем, что мы дождемся вот эту больницу, нам будет там комфортно. Современное здание готово на 30%, но полностью сдать объект должны до конца 2022 года. Здесь появится отделение лучевой диагностики, кабинеты неотложной помощи и женская консультация. Будут принимать несколько участковых терапевтов, врач-нарколог, психиатр и другие узкие специалисты. Все будет в одном месте. Все врачи будут в одном месте. Людям это будет удобно. Зоны комфортно. Будет комфортно ожидать прием, комфортно вести работу как сотрудникам, так и больным. Поликлиника на 15 тысяч населения будет располагаться в шаговой доступности от стационара. Здание возводится по проекту, который в дальнейшем намерены использовать при строительстве поликлиник при ЦРБ края. С учетом сейсмичности, проектировщики таким образом делали проект, проводилась экспертиза, чтобы можно было применять его в других районах Алтайского края. Поликлинику возводят по программе модернизация первичного звена. На объект затратят почти 214 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Власти надеются, что новый соцобъект позволит привлечь медиков в район. Сегодня укомплектованность кадрами Советской ЦРБ составляет всего 60%. Не хватает врачей, медсестер и фельдшеров. Их в районе готовы обеспечить не только работой, но и новым жильем. Дмитрий Дроздов. День с толком.